Пара минут и вы трудоустроены. Реально ли? Вполне. Формат экспресс-биржи направлен на поддержку самых нуждающихся в заработке соискателей и призван упростить регламентацию процесса трудоустройства. К участию здесь приглашают безработных без квалификации, тех, кто находится в трудной жизненной ситуации и желающих найти работу в максимально короткие сроки. Человек, соискатель может прийти, побеседовать и заключить, возможно, это будет срочный договор, работы по срочному договору. Некоторые работодатели предлагают также на постоянную работу. Конечно, работу мечты здесь, может быть, и не найдешь, но список вакансий довольно внушительный. В основном требуются менеджеры по продажам, разнорабочие на стройку, клининг-менеджеры, курьеры. В общем, представлены сферы, где традиционно наблюдается текучка кадров, а также практикуется сдельная оплата труда. Не все, конечно, пойдут по объявлению на форпосте, допустим, не все могут заглянуть в интернет или еще куда-то, а на биржу труда, думаю, обращаются. Вот сегодня с утра были люди, какой-то отчаявшийся человек, который говорит, я не знаю, что делать, куда уже пойти, вот пришел сюда, возьмите или подкуда. Рынок, он еще очень даже свободен в плане страхования, и количества агентов нам, конечно же, не хватает, поэтому мы страховых агентов принимаем постоянно, мы их обучаем, обучение у нас бесплатно. Соискатели могут надеяться на зарплату от 15 до 30 тысяч рублей. Это в среднем. Есть и позиции с более высоким окладом, но и требования здесь выше, что подойдет далеко не каждому. Я сейчас в вырубный порт устроился, разнорабочим. Ну, в пятницу позвонить, сказали выйти на работу. Пока взяли разнорабочим, а там дальше, ну, я с трополем перейду, с тропольщиком. Проект, который запустили в Приморье только в этом году, позволяет сжатые сроки рассмотреть запросы безработных и работодателей. С начала года состоялось уже 9 подобных мероприятий. В рамках экспресс-биржи порядка 50 человек было приглашено на повторное собеседование, и половина из них была успешно трудоустроена. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.